Кирилл, по Румынии какие-то вещи тренерский штаб начинает говорить, потому что судя по тренировке, тактика продолжает наигрываться, та, которая была сказала. Ну да, сегодня теоретическое занятие, более подробно разберем соперника, в принципе, готовимся. На такой жаре, подобные теоретические, фактические, теоретические занятия, насколько организм воспринимается, насколько стоять, не двигаться, сложно? Ну да, погода яркая, но ничего страшного, в принципе, летом у нас такая же погода, в принципе, нормально все, все воспринимается хорошо. Была такая версия, что все, кто сегодня были в красных манишках, это, наверное, такой, так скажем, ориентировочно стартовый состав на матч с Румынией, и есть ли у вас такие мысли, потому что вы сегодня были как раз тем человеком, который был не в манишке? Ну, наверное, у тренерского штаба уже есть какие-то намерки на основной состав. Еще раз повторюсь, увидим это средство этой времени. Часто меняются манишки, очень часто. Вы довольно активно вышли на поле против катарцев, довольно неплохо играли, но так все равно, это такой диссонанс вроде футболистов с ФНЛ, но выходит и, по сути, усиливает. Есть ли шутки какие-то, может быть, в команде, там, про ФНЛ, пытаются вас хоть шутить? Да нет, ребят, в поддержку, да, в принципе, никаких шуток нет, да, насчет того, что он ушел, я всегда стараюсь уходить максимально собранный, самодачиваться. Вы чувствуете, что, в принципе, несмотря на то, что играете в этом году в ФНЛ, вы припали к футболистам? Естественно, у меня появилась уверенность, больше игрового времени, и, в принципе, конечно, уверенность у футболиста – это самое главное. Ну, как раз именно галлы, да? Находясь в сборной, следите за теми новостями, которые происходят в «Динамо», есть ли определенная напряженность у вас лично, потому что там то банкротство, то не банкротство в каждом разе. У меня лично нет, я просто читаю, смотрю, но я за свое любовь не переживаю. Есть ли у вас какое-то понимание того, что вот сейчас в матчах сборной за «Динамо», что вы все равно, в принципе, что-то доказываете ЦСКА, что, в принципе, могли бы сейчас помогать клубу? Ну, не знаю, не хотелось бы кому-то чего-то доказывать, в первую очередь хочется себе что-то доказывать, да, что для кого-то что-то кому-то делать, не собираюсь. Ну, когда вы походили в аренду, у вас были мысли о том, что через какое-то время, буквально через пару месяцев вы окажетесь в сборной? Было вообще такое? Нет, я повторюсь, я просто с каждым днем стараюсь больше работать в чем-то, почему-то учусь всегда и справа. Близиться к завершению сбор в Катаре, конечно, вы успели поработать над тем, что планировали, что удалось как-то усовершенствовать? Ну, естественно, да, условия очень хорошие, а я хороший, как бы вопрос, на лучшем уровне. Ну, в качестве игры, может, с вашими партнерами по команде удалось больше отношения остановить, играть какие-то связки? Ну, естественно, да, мы много работаем над тактикой, естественно, это все откладывается в голове. Есть уже свои, да, как раз как правильные схемы, которыми мы уже друг друга понимали, если бы много больше. Спасибо. Спасибо большое. Удачи.